Тем временем регион Центральной Азии в ожидании исторического проекта. В перспективе на карте железнодорожных магистралей появится дорога Термес-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар. Ее называют проектом Века. Плюсов от его реализации огромное количество. Иначе не приступали бы к осуществлению грандиозного и дорогостоящего замысла. Но все окупится в разы. Путь, который соединит Южную и Центральную Азию, поможет подняться экономике Афганистана. А нам откроют дорогу к иранским и пакистанским портам. Это будет целый комплекс, а не просто маршрут. Вдоль магистрали проведут линии электропередач. Предполагается строительство множества мостов, тоннелей и других объектов. Реализация проекта значительно сократит сроки доставки товаров в Центральную Азию, СНГ и Европу. Предположительно, перевозка грузов из Пакистана в Узбекистан будет занимать не 35 дней, а максимум до 5. Стоимость их доставки может снизиться почти в 3 раза. Объем грузоперевозок, по прогнозу, может составить 10 миллионов тонн. Итак, вначале обозначим ключевые контуры проекта железной дороги ТРМС Мазари-Шариф Кабыл-Пешавар. Его стоимость оценивается примерно в 5 миллиардов долларов, а протяженность маршрута составит 573 километра. С транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн груза в год. Взглянув на проект немного иначе, а именно с высоты птичьего полета, то новый транспортный маршрут, по оценкам специалистов, должен связать Европу, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии. Как подчеркивал президент Шавкат Мерзиёев, благодаря реализации проекта перевозка одного узбекского контейнера через Иран или Пакистан станет 3-4 раз дешевле, а время в пути сократится в 4-5 раз. Кстати, как известно, по поручению главы нашего государства идет строительство международного торгового центра в Термезе, чтобы предприниматели из других стран могли приобретать отечественную продукцию без посредников из первых рук. По сути, это все станет одним из мощнейших катализаторов для экономики Узбекистана. И вновь вернувшись к главным особенностям данной железнодорожной магистрали, можно с уверенностью констатировать, что она станет ключом формирования совершенно нового пути перевозок. Вот, к примеру, раньше для транспортировки товаров из Пакистана в Узбекистан требовалось чуть больше месяца, однако с завершением строительства проекта данный показатель сократится аж в 10 раз. И это фактически колоссальная разница, наглядно демонстрирующая эффективность и значимость плана. Опять же, продолжая эту логическую цепочку, можно уже сейчас спрогнозировать, что повышение рентабельности перевозок будет способствовать росту грузопотока, а значит и торговле соответственно. Стоит учесть и тот факт, что проект влечет за собой не только его строительство, но и заметное улучшение придорожной инфраструктуры в целом. Да, на фоне прогрессивно растущего товарооборота между странами, на территориях которой и будет прокладываться железная дорога, Афганистан послужит мостом соединения Южной и Централи Азии, что несомненно решит накопившиеся социально-экономические и транспортно-коммуникационные проблемы. В завершение необходимо напомнить, что на реализацию проекта потребуется 5 лет, ведь нужно учесть все научные каноны геодезии и топографии, а также провести ряд исследований, чтобы строительство проходило, так сказать, в правильном русле. Однозначно, что Узбекистан всегда оставался, есть и будет основным игроком, регулирующим поступательное развитие Центрально-Азиатского региона. И, пожалуй, все это лишь еще одно доказательство непосредственного взаимодействия нашей страны с другими ключевыми с точки зрения человеческого ресурса и экономического благосостояния государствами, но уже соседнего Южно-Азиатского региона. Учитывая важное геостратегическое положение Центральной Азии, которое с древних времен соединяет между собой крупнейшие международные рынки через исторический Великий Шелковый Путь, в современных условиях особое значение приобретает объединение усилий наших стран с целью ускорения интеграции региона в систему международных транспортных коридоров. В 2010 году за короткие 10 месяцев построены первые 75 километров железной дороги. Во-первых, новая железная дорога свяжет 10 населенных пунктов Узбекистана, Афганистана и Пакистана и станет основной транспортной логистической магистралью для региона. Во-вторых, по направлению пролегания новой железнодорожной линии реализуются проекты по прокладке высоковольтных линий электропередач «Сурхан-Пулихумри» и «Касса-1000». Специалистами рабочей группы уже проведено предварительное изучение проекта строительства новой железной дороги. Подготовлены расчеты и предложения по пролеганию трассы, которые имеют неоспоримые преимущества при сравнении с другими имеющимися вариантами. Во-первых, новая железная дорога свяжет 10 населенных пунктов Узбекистана, Афганистана и Пакистана и станет основной транспортной логистической магистралью для региона. Данный проект необходим нам как альтернатива тем коридорам, которые у нас существуют на сегодняшний день. Мы сегодня пользуемся северными коридорами через Казахстан, Россию, западными коридорами через Азербайджан, Грузию, Турцию и далее. И восточными коридорами направления Китая и дальше дальневосточные порты России. Данный вариант откроет нам прямой выход к портам Пакистана, Индии и сократит перевозку грузов минимум в два раза. Обходимо отмечать, что реализация данного проекта – дополнительный рынок не только для Узбекистана, но и для всего Центрального Азербайджанского региона. Открытие данного коридора – это большой рынок Пакистана, где больше 250 миллионов, и Индия, где проживает полутора миллиарда человек. И этот рынок будет очень привлекателен для наших экспортеров из поликоузбекистана. Продолжение следует... Продолжение следует...